Но если уже у них на Рублёвке над ними летают дроны, должна такая атака дать какой-то эффект и вызвать ещё большее брожение в головах этих людей? Как вы думаете, что сейчас там происходит в плане дворцовых интриг? Я думаю, что эта реакция должна быть у всех людей, у которых голова используется по прямому назначению, то есть для того, чтобы думать. Вот для тех, которые думают, они это всё поняли. И вообще я выстраиваю на самом деле здесь ряд следующий. Первые удары – это были Дягилева и Энгельс-2. Это были удары по стратегическим аэродромам ядерной триады российской. Первые. Им дали понять, что ваши аэродромы, ядерные триады в достижимости, и они не защищены. И если кому-то надо будет, так сказать, вас лишить этого ядерного оружия, это всё реализуемо. Раз. Второе. Когда дроны прилетели по Кремлю. Два. И когда дроны сейчас ударили по вот этому Рублёвке, где находится Путин. Это потому что они же постоянно угрожают Западу и Украине ядерным оружием. И говорят, что если что, если двинете, у нас тут вообще просто супер-пупер. Им показали, что ваше ядерное оружие ни супер, ни пупер. И ещё в эту цепочку добавим ещё сбитие кинжалов над Киевом. Кинжалов, Искандеров просят. Фактически всё, все ракеты, как крылатые, так и баллистические, которыми они пытаются долбать в последнее время по Киеву, все сбиваются. Да, при этом они падают, кому-то там машины, у кого-то даже какие-то жертвы человеческие есть или ранения. Но они все в основном сбиваются. И прилётов очень мало эффективных, то есть тех, которые достигают цели. И это показать Путину, что, парень, хватит, ты уже заигрался. И самое главное другое, что у тебя нет никакого щита. То есть если ты думаешь, что у тебя есть ядерная дубина, которой ты там кого-то можешь ударить, то вот не надо думать. Но, Алексей, смотрите, мы с вами видели в прямом эфире, как Шойгу пришёл к Путину, и сказал, мы выпустили шесть кинжалов по Украине, все шесть кинжалов достигли поставленных целей. И то же самое сказал Панашенков, когда отчитывался о действительности Министерства обороны. То есть Путину не сказали, что кинжал избили. Ему не сказали, что кинжал избили. Ему доложили о том, что все кинжалы ударили по целям. И всё. А это значит... Он может реально не знать. Это было видео на камеру, понятное дело. А где у нас гараж? То есть мы с вами надеемся, что вот они, так сказать, ему сначала докладывают. Слушай, Владимир Владимирович, приходит к нему Шойгу и говорит. Владимир Владимирович, наши кинжалы украинцы все сбили, патриотами американскими. Значит, наши ракеты не могут долететь никуда. Если уж украинцы их сбивают двумя патриотами, то уж у американцев, у которых их там 500 штук, они собьют всё, что мы на них пошлём. Значит, всё кранты, клиент уезжает, гипс снимает. Вот. Что делать будем? И Путин ему говорит. Ну ладно, сейчас мы камеры позовём, и ты мне на камеру скажешь, что мы на самом деле всё сбили, всё долетело туда, куда долетело. Это вот мы с вами надеемся, что такой разговор. Но сами они знают, что у них ничего нет, что зубов у дракона нету. А если это не так? А если Шойгу Путину доложил, что кинжалы сработали? И то есть Путин убеждён, что у него есть кинжалы, что у него есть цирконы, что у него есть какие-то эти посейдоны, которые вот в любой момент... И то есть вот что он в делириуме своём находится в белой горячке, и он говорит, что если что, мы ядрёными бомбами забросаем, и им тогда будет плохо. Вот я боюсь вот этого. Я боюсь... Я не могу понять на самом деле, на каком уровне находится его реальное понимание. У меня такое впечатление, что он убеждён в том, что он говорит. Вот у меня такое впечатление. И Патрушев у меня такое впечатление, что он убеждён в том, что он говорит. И, кстати, вот это вы обсуждали. Я помню, у вас была передача с Глебом Пьяных, который со мной сделал до этого передачу, и вот он вам рассказывал, что вот я поговорил с Жирновым, и вот он считает, что вот и Путин, и Патрушев уверены в том, что они говорят. И вы знаете, Алексей, вот я вам как бы, так сказать, повторяю ещё раз напрямую, что у меня такое впечатление, что вот они себя уверили в том, что вот у них действительно всё нормально, что, ну да, есть какие-то там огрехи, но на самом деле всё идёт нормально. Потому что, ну не знаю, потому что иначе просто они, ну что, полные идиоты, не полные идиоты. Ну как вот выходить на камеру и говорить, нести ахинею, что у нас там всё, мы там забрасываем. Сергей, хорошо, ладно. Эти два клинических действительно могут верить. Окружение же шире, да? И многие понимают из этого окружения, что царь голый, царь беззубый, дракона нет, ничего не спасёт. Тот же Шойгу, тот же Герасимов. Тот же Медведев. Медведев тоже может узнать всю правду. Ну не всех же они обманут. Увеличились ли шансы на свержение царя? Вот что мне интересно, понимаете? То, что эти могут ещё верить в своё могущество, это да. А те, кто могут их свергнуть, они в каком настроении? Над ними уже беспилотнички полетали ночью, разбудили. Вы знаете, я вообще считаю, что вся элита российская понимает всё, что вот кроме Путина, Тамма, Патрушкова, вот людей, которые просто витают в облаках, все остальные всё понимают. Они не могут это сказать, они не могут ничего сделать, но они всё понимают. Они понимают, что, в общем, всё идёт не по плану на самом деле. А что им делать? Им надо договариваться, чтобы свергать Путина. А они не могут с друг с другом договариваться, потому что это 17 мгновений весны, когда Геринг приезжает к Гиммлеру. И за спиной фюрера пытаются что-то решить, но они не доверяют друг дружке. То есть они не могут, они чувствуют, что он меня может кинуть, я его могу кинуть. А как договоришься, в итоге Гитлер так до конца и дожил, пока сам не самоубился. То есть это проблема в том, что они не смогут договориться. Раз. А вторая проблема, вот послушайте, допустим, мы возьмём Пригожина и Гиркина. Людей, которые абсолютно вменяемую оценку дают тому, что происходит в российских вооруженных силах. А именно, как вздец. Да, всё плохо. То есть снарядов нету, руководство идиотское, снабжения нету, военная промышленность не работает. Хорошо, вот констатировали один и другой. Каждый в своём стиле, один матом, другой более интеллигентно. А дальше? А дальше что они предлагают? Они говорят, ну уж, вот Пригожин говорит, ну уж если мне дали приказ вести эту операцию, я её не придумывал. Её придумал этот счастливый дедушка. Потому что если он мне дал, то я должен сидеть и биться лбом в эту самую, чтобы исполнить эту задачу. То есть, а где здесь логика? Парень, ты только что говорил, что ничего не работает, что снарядов нету, тебе ничего не могут поставить, и вывод ты делаешь, а мне надо даже продолжать дальше биться лбом. И больше того, я требую сместить Шойгу и Герасимова. Почему? И потому что не для того, чтобы, вернее, не почему, а для чего, не для того, чтобы прекратить войну, а для того, чтобы её продолжить моими способами. А он дальше говорит чего? Дайте мне 200 тысяч, и я вам займу Донбасс в административных границах. Дайте 2 миллиона человеческого мяса, я забросаю украинцам этим человеческим мясом до Киева и до Львова. Вот что он говорит, Пригожин. То есть он не говорит, прекращать надо войну. И поэтому они, может быть, и хотят снять с Путина. И, кстати, Диркин говорит то же самое. То есть констатация правильная, а дальше, вот они не умеют ввести войну. Пошлите меня, сделайте меня министром обороны, и я вам покажу, как надо вести войну. Он не говорит, что я закончу войну, что этой войне вообще не надо ничего. Это единственный человек, который говорил, что не надо ввести войну, и что армия к ней не готова, и проиграет её, был Ивашов. Данил Ивашов, генерал-полковник в прошлом году за три недели до этого самого дела сказал, что всё это прожекты, всё это пухта, нельзя в это лезть. И вообще Путин не соображает ничего. Уходи в отставку добровольник. Но. Вот сказал он, уходи в отставку. Путин не уйдёт в отставку. Значит, его надо убирать в отставку. А кто его будет убирать? Обычно убирают те, у кого есть власть, сила. Сила, да? Силовые структуры. Потому что мы с вами понимаем, что какие-то матери солдатские выйдут к Кремлю, потому что где эти матери солдатских? Мы их вообще не видим. Вообще их нету. Нигде эти матери солдатские? Вот казалось бы, матери, у которой единственного сына посылают на войну, она должна вообще сказать, что да вы меня четвертуйте, хоть я вам сына не отдам. Вот я его спрячу, что угодно. Вы меня можете ссорить в тюрьму, четвертовать, убивать, вешать, насиловать. Я вам сына не отдам. Где такие матери российские? Нет таких матерей российских? Нету. И, значит, те, кто будут свергать Путина, это, скорее всего, будут люди, у которых есть власть. А люди, у которых есть власть, это типа Пригожина, это типа Гиркина, потому что за одним и за другим стоит, за одним стоит Генштаб, за другим стоит ФСБ, за третьим стоит еще что-нибудь. То есть за ними стоят силовики, которые говорят, Путин слабый, и надо поставить кого-то сильного, чтобы дальше что, а чтобы дальше еще сильнее вести войну. Вот в чем проблема. По этому поводу, кстати, я поэтому вам говорил, что Украина не должна, допустим, ставить себе задачу убить Путина, потому что более некомпетентного руководителя российского государства найти будет трудно. и человек, вместо него, если который придет, он может быть немножко компетентнее, чем Путин, а это значит, что он может быть более эффективными методами вести войну. Шойгу и Герасимова не надо вам убивать ни в коем случае, потому что могут прийти, а не дай бог придет компетентный генерал какой-нибудь, и начнется война компетентная. И Пригожина вам не надо убирать, потому что Пригожин мутит воду, и тем, что он мутит воду, ни в коем случае. Субтитры создавал DimaTorzok